Светлана Светецки. Маршрут перестроен. Как остановить день сурка и настроить свой навигатор на счастье? Читает Анастасия Болотина. Глава первая. Особые условия. Люди зачастую не могут почувствовать себя счастливыми именно из-за того, что забывают о необходимости создавать условия для счастья, а сосредоточены на самом ощущении счастья и удовлетворения. Виктор Франкл. Для чего человеку нужны особые условия? Порой людям свойственно создавать для себя особые условия и установки. Условия, которые мы ставим себе сами, например, следующим образом. Если я сделаю это, я буду считать себя молодцом. Только белый Мерседес и не меньше. Я буду себя любить, когда сброшу 10 килограммов, увеличу грудь, накачаю попу. Моя жизнь будет хорошей, когда у меня будет приличный счет, вилла и домработница с поваром. Я буду счастливой, только когда найду мужчину. Я женюсь только на модели, потому что она подчеркнет мой статус. Если отпущу контроль, произойдет что-то непоправимое. Если я не буду совершенной матерью, женой, хозяйкой, любовницей, то меня не будут любить. И так далее. Другими словами, это планка, которую человек себе ставит, хочет достичь и поддерживать. Когда планка чрезмерно завышена, что тоже случается, человек испытывает фрустрацию, но зачастую все равно продолжает карабкаться, конфронтирует с реальностью, пытается изменить внешние условия. Есть и те, кто начинает работать над собой и добивается определенных результатов. Но все же и тем и другим стоит поискать внутри себя ответ на вопрос, что для меня на самом деле важно. Когда жизнь ориентирована на вечные достижения, которые нередко служат тому, чтобы подтвердить свою значимость и состоятельность, в какой-то момент становится трудно остановиться, замедлиться и задуматься о своей жизни. Изящное кружево, которым украшается материя жизни, становится важнее, чем сама материя, которая зачастую креплется и ветшает. Приподнять кружево, чтобы увидеть, что она скрывается, понять, в чем материя нуждается, в каком она состоянии – вот первостепенная задача, которой, к сожалению, не всегда придается должное значение. Не щадя себя, живя в режиме гонки, люди часто забывают, а хочется сказать – забивают – о своем здоровье, самочувствии и, что очень важно, о потребности своей души. Когда я думаю об этом, мне невольно вспоминается то, как многие люди относятся к своему психологическому здоровью. Здесь можно встретить множество шаблонов, предубеждений и обесценивания. Только психи ходят к психологу. Мозгоправы – сами психи. За что платить? За беседу? Я лучше с другом поговорю или выпью сто грамм. Это стыдно. Если я пойду к психологу, то все будут думать, что у меня проблемы. Страх навешивания ярлыка, непонимание того, в чем состоит суть работы психолога, лечение на кухне с подругой за вином – это тупик. Тупик, потому что проблема по-прежнему не решается, а порой усугубляется и становится хронической. Но встречаются люди, которые искренне заинтересованы в развитии и поиске ключей к самопониманию. Они много читают, занимаются разными практиками, стараясь найти ответы на волнующие их вопросы, развивают способность к рефлексии и учатся терапевтизироваться жизнью. Кроме этого, они имеют свойство смотреть на себя через фильтр здоровой критики и анализировать свой личный вклад в возникновение собственных проблем. Но сколько таких людей вы знаете? Очень часто, чтобы объективнее видеть себя, нам требуется зеркало, которым может являться терапевт или психолог. Так, имея желание и возможность побывать и с той, и с другой стороны, и как клиент в своей личной терапии, и как терапевт в работе с людьми, я убедилась в том, что мое ощущение важности другого в изучении себя, осмыслении своей жизни довольно существенно. Подруга, родители, муж не могут быть таким другим в силу того, что мы сильно связаны с ними эмоционально. Соответственно, они не могут быть объективны и беспристрастны по отношению к нам, равно как и мы к ним. А совет подруги, который теоретически может быть полезен, может оказаться неприменимым к нашей жизни, потому что я не она, и воспринимаю жизнь, соприкасаюсь с ней по-своему. Внимая чужим советам, есть риск пойти ложной, не своей дорогой, так и не найдя собственный путь. У нас есть свобода искать его, но это большая ответственность, к которой готовы не все. Наверное, гораздо легче положиться на кого-то, а потом, если что-то пошло не так, его же и обвинить, это ты мне посоветовал. А вот обнаруживать себя настоящего, проживать свою подлинную жизнь, ища не советов, а путей к самопониманию, большей вдумчивости и осознанию себя и своей жизни, это серьезный вызов, который не каждый готов себе бросить. Кстати, один из мифов, который все еще бытует среди людей. Психологи дают советы и знают, что мне надо сделать, чтобы быть счастливым. Увы, эта иллюзия поддерживается непрофессионализмом некоторых коллег, действительно раздающих советы и считающих себя экспертами в жизни своих клиентов. Я же, как специалист экзистенциального направления психотерапии, придерживаюсь мнения, что только сам человек может быть экспертом в собственной жизни, а психотерапевт – его спутник на этом пути, довольно непростом, но очень интересном. Другой оборотной стороной психолога-подруги может быть сомнительная поддержка. Почему сомнительная? Потому что иногда можно поддержать совсем не то. Например, роль жертвы в человеке, его эгоцентризм, его заблуждение. Поддержка в человеческих отношениях очень важна, но задумываемся ли мы, что поддерживаем, и что другие поддерживают в нас. Когда у вас болит зуб, вы идете к донтисту. Когда болит сердце – к кардиологу. Когда появилось непонятное недомогание к семейному врачу. А когда что-то в жизни никак не ладится, когда эмоциональное состояние, мягко говоря, так себе, почему же мы не обращаемся к специалисту по этой части? Вспомните про аналогию с кружевом, которую я приводила выше. Ведь за призрачной кружевной оболочкой счастья, благополучия и успеха многие люди зачастую скрывают боль и серьезные переживания, с которыми едва справляются. Часто они приходят на прием к психологу или психотерапевту, когда уже край, когда кружево уже не может скрыть истрепанную тонкую и хрупкую материю, которая разошлась по швам, и нити ее расползлись в разные стороны. А знаете ли вы, что забота о собственном состоянии, физическом и психологическом здоровье, радости жизни, ее ценностях и смыслах – это наша ответственность? Допускаю, что кому-то это утверждение покажется бредом и, возможно, даже вызовет злость. Тогда самое время отложить эту книгу, поскольку это будет означать, что для нее еще не пришло время, или ваш путь к себе иной, не через принятие ответственности за свою жизнь, а через потери тон энергии на конфронтацию с реалиями жизни. Обобщая это отступление от темы особых условий, хочу отметить, ключевым моментом во всей этой истории с самопознанием, поддержкой, осознанностью и работой над собой, на кухне или со специалистом, является ответ на вопрос, что меняется во мне и моей жизни. И, кстати, еще одно разочарование для тех, кто думает, что так просто вот так все взять и поменять. Увы, изменения требуют времени и порой немалого. Логически подумайте, сколько лет проблема создавалась, жила и обусловливала в чем-то вашу жизнь. Так почему же она вдруг может разрешиться по мановению волшебной палочки? Такое бывает только в сказках. Но вернемся к нашим метафорам. Кружево прекрасно, как и любая нарядная упаковка. Но ни одна конфета, даже в самой невероятно красивой обертке, не понравится нам, если она не будет вкусной. Более того, может случиться несварение, если по каким-то причинам эта конфета нам не подойдет. Несварением в данном случае можно назвать и апатию к жизни, и потерю способности ей радоваться, восхищаться ею и наслаждаться, видеть свое направление, слышать свой внутренний голос и зов души. То есть, когда мы идем чрезмерным, с надрывом или не своим путем, мы теряем силы, а порой и вкус к жизни. Сразу оговорюсь, ставить цели в жизни, несомненно, нужно, но жизнь не должна ограничиваться достигаторством. Важно не забывать жить. Карьера, бизнес, работа, обучение, достижения – это лишь части жизни, конечно, значимые и требующие много затрат – энергетических, временных, порой и финансовых. Мимо чего можно пробежать, когда жизнь зациклена только на карьере, бизнесе, работе, учебе и достижениях? Оставлю этот вопрос открытым для вашего размышления. А пока давайте вернемся к другим особым условиям, которыми мы пренебрегаем, хотя и очень в них нуждаемся. Что же это за условия? Это в первую очередь обеспечение той окружающей обстановки и создание такой особенной атмосферы, которые помогут сфокусироваться на себе, расслабиться или сконцентрироваться на важном здесь и сейчас. Это эргономичная среда, уют, атмосфера, в которой становится тепло и приятно. Это значит, что внешние условия нужно обеспечить, исходя из своих индивидуальных потребностей. Но для этого нужно хорошенько осознать свои потребности. У каждого человека свое представление об уюте, свое хорошо, свое гармонично. Может, есть люди, которым легко сосредоточиться или расслабиться, когда вокруг беспорядок, что-то гремит, скрипит, шумит, взрывается, колет, щекочет. Не уверена, что таких людей большинство. Хотя, конечно, и это возможно. Например, когда долго практикуешь медитацию, нарабатывается навык отключаться от внешнего мира и концентрироваться на внутренних ощущениях, дыхании, ощущать свое тело здесь и сейчас, останавливать беспокойный поток мыслей и неумолкающий внутренний диалог, вне зависимости от того, где и в каких условиях находишься. Но, как правило, те, кто стремится именно к этому, имеют другие мотивы. Что-то преодолеть в себе, выйти на новый уровень. И для этого нужна постоянная практика. Поэтому я всегда немного иронично улыбаюсь, когда кто-то говорит, что пробовал, старался медитировать, но это не помогает. Пробовать – это значит не заниматься регулярно, стараться – значит напрягаться, но не делать. Чувствуете разницу? Про медитацию мы еще поговорим отдельно, а пока вернемся к особому условию – уютная, комфортная обстановка вокруг. И здесь важным акцентом будет умение заботиться о себе, слушая свое нутро. В чем оно нуждается, чтобы быть в норме, быть в форме, быть в гармонии, быть сосредоточенным или расслабленным? Места нашей силы. Ни один мудрец говорил о том, как важно найти свое место. Отчасти я согласна с этим утверждением, если говорить о его буквальном смысле. И в моей жизни есть места, о которых я могу точно сказать «I belong here». Одно из таких мест – Тоскана, долина Сан-Кирико-Дорча, другое, как выяснилось, Крит, и, возможно, еще другие части греческой земли, где я пока не была. Что общего в этих двух местах? Почему я испытываю здесь такое чувство дома и ощущаю свою принадлежность? Потому что очень нравятся местные люди, природа, кухня, архитектура и культура? Да, определенно. Но если копнуть еще глубже, в этих местах я чувствую глубокую связь со Вселенной, с какими-то истоками, силами и корнями, которые, как кусочки потерянных пазлов, дополняют мою целостность. Часть моей души как-то по-особенному реагирует именно на эти места, на невероятную широту и бесконечность Тосканских холмов и необъятность неба с его многокрасием закатов, на древнюю историю греческой земли, когда в душе просыпается что-то очень глубинное, сильное, могущественное. Древняя земля – это важно, это как связь с первоначальным, первостепенным, с чем-то вроде начала и какого-то абсолюта. Душа так чувствует, и я ей доверяю. Удивительным образом здесь я становлюсь очень вдумчивой, ощущаю глубокий контакт с собой, и, что интересно, здесь рождаются свежие мысли, замыслы и идеи. Иногда я мечтаю жить в этих местах и очень четко понимаю, что даже если и не жить, то важно бывать здесь, возвращаться сюда снова и снова. Это очень наполняет мою душу, я словно перерождаюсь. После каждой поездки в эти места в моей жизни обычно происходило что-то очень значимое. Первая поездка в Тоскану ознаменовалась для меня предложением руки и сердца от своего тогда еще будущего мужа. Вторая по приезде завершилась свадьбой. Поездка на Крит этим летом ознаменовалась появлением первых глав этой книги. Я четко осознаю, что-то значимое случается тогда, когда мы находим правильное направление, чувствуем душой и оказываемся в нужном месте в нужное время. В это я искренне верю. На Земле много прекрасных мест, но далеко не все вызывают такое душевное созвучие и внутренний отклик. Все путешествия, без сомнения, обогащают нас, но по-разному. Если говорить об особенных местах, индивидуальных для каждого человека, они совсем не обязательно должны быть далекими и экзотическими. Субтитры создавал DimaTorzok